На портал Экзегет поступают вопросы и пытаемся на них ответить. Меня смущает проклятие врагов, которые периодически встречаются в псалмах. Как к этому относиться? Действительно, если мы открываем книгу псалмов, то, в общем-то, мы с вами можем увидеть и прочитать даже какие-то очень страшные такие вещи. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми во ад, ибо злодейство в жилых их посреди их». Читаем в Псалме 54. Причем, я бы здесь даже поболее бы сказал, здесь не только псалмы, если можно так сказать, этим грешат, но и весь Ветхий Завет, он наполнен именно, можно сказать, такими какими-то кровожадными вещами. И многих, в общем-то, смущает, особенно людей, которые пришли к Богу, в храм, в православие уже в зрелом возрасте, наелись жестокостью мира сего и ищут какой-то доброты, возвышенности. Открывают священное писание Ветхого Завета и вдруг видят переполненное какими-то призывами даже из уст Божьих убить хананеев, стелеть с лица земли те или иные города и так далее, тому подобное. И даже Господь в этом помогает, как, допустим, с Иерихоном мы с вами можем об этом говорить, там вообще какие-то страшные, казалось бы, вещи. А уж что говорить про Содом и Гамору, когда Господь, можно так сказать, собственноручно уничтожает все эти вещи. И как же в этом во всем разобраться? Наверное, вы сейчас ждете, что я скажу, в каждом случае надо рассматривать отдельно. Давайте вот разберемся отдельно. Нет, не по этому пути я пойду. Хотя и этот путь очень важен, особенно с Содомом и Гаморой. Мы должны очень внимательно на это посмотреть. Или этот путь очень важен тогда, когда мы говорим о смертных грехах, которые описаны в Ветхом Завете, которые люди иудейской общины приводят в исполнение. Допустим, по поводу ворожеев, всяких там, можно сказать, в современном понимании экстрасенсов и так далее. Но я хотел бы обратить ваше внимание на другое. Святыми отцами Ветхий Завет рассматривается как жизнь человека. От момента его рождения, даже можно чуть взять больше, от момента его зачатия до момента его смерти. И человек на протяжении всей своей жизни, он постоянно борется, борется сам с собой. Тот первородный грех, который поразил не только первых людей в этом мире, но через первых людей вошел и исказил, и искажает весь окружающий мир, очень сильно влияет, естественно, на наше с вами настроение, на наше с вами внутреннее состояние, на подсознание и так далее, на какие-то даже наши привычки, которые передаются нам через родителей. И эта борьба, она заключается в том, чтобы в результате ее кто-то становится богоподобным, а кто-то не сходит в ваад. И Господь в Ветхом Завете, оставляя все эти книги для нашего с вами назидания, говорит о грехах под видом тех же самых анонев, тех же самых садамлян, тех же самых, допустим, блудницы, которая вошла в родословную самого Спасителя, которая, в общем-то, была, как многие отмечают, была элитной такой блудницей, ей пользовались, в общем-то, и разные государственные чины в том числе, но смогла переродиться, смогла измениться и так далее. То есть, когда мы с вами читаем в Ветхом Завете кровожадные вещи, к примеру, разбить младенцев о камень, ну, слушайте, это уже совсем в никакие ворота не лезет и дает как бы в руки нашим с вами оппонентам, людям, которые можно назвать антихристами, которые противоположны Христу, борются со Христом, казалось бы, орудия, но именно в этом и заключается разгадка, наверное, всей кровожадности Ветхого Завета. Разбить младенца о камне – это победить грех, то есть уничтожить грех в самом его зачатке, в самом начале того момента, как он развивается. Но если даже он в тебе развился, у тебя есть возможность большими усилиями, у тебя есть возможность большими трудами, с кровопролитием, с какими-либо потерями, как говорит Спаситель, если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось в сторону, лучше тебе, хромому, слепому или без руки, войти в Царствие Небесное, чем лишиться этого Царствия Небесного, быть ввержену полноценным в гиену огненную. Да, если грех тебе уже укоренился, неминуемо тебе придется чем-то пожертвовать в своей жизни, неминуемо тебе придется провести вот эту сложную, кровавую операцию над собой, чтобы остаться, чтобы у тебя осталась возможность быть богоподобным, чтобы у тебя осталась возможность обожиться, войти в богообщение. Без пролития крови не бывает прощения. Господь, конечно, говорит это о себе, но и мы должны с вами это понимать, что если мы с вами не проведем над собой какие-то усилия сложные, трудные, то мы не войдем сами в Царствие Небесное. Вся кровавость Ветхого Завета – это наш с вами труд, это наши с вами потери на достижение Царствия Небесного. То есть все то, против чего воюют иудейский народ, израильский народ, евреи воюют в Ветхом Завете – это мы с вами. А против кого они воюют – это грехи наши. Поэтому вот здесь или в самом начале мы должны грех свой задушить, или если он уже в нас укоренился, превратился в страсть, то, естественно, будет страшное кровопролитие, страшная борьба в нашем сердце, в нашей душе, в нашей с вами жизни. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание, вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал XGET приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавляйте субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...